А вот он жил с Борисом Романовым, проектором по науке Московского института Государственного корпоративного управления. Пусть негосударственные, коммерческие, некоммерческие, не может быть, это возрастут, учреждения коммерческие, но негосударственные, это, как говорится, однозначно. Ну, в каком-то смысле мы, как бы, были тоже с инициаторами этого дела. Почему? Потому что, ну, я во многих конференциях участвовал, и участвую, и наших, и международных, мы давно занимаемся этой проблемой. Я имею в виду проблемы именно игровых методов в образовании. Для начала, как бы, я хочу сказать несколько там постулатов, не постулатов, нескольких исходных, так сказать, идей или концепций, которые вообще, как бы, сейчас усиленно дискутируются, именно в плане будущего образования. Ну, тут можно, конечно, так, потажно начать с того, что современные дети плохо умеют читать. Ну, не в том смысле, что там русский язык не знают, там, хотя и это тоже присутствует, довольно серьезно в таком варианте. А не могут они читать, и, в общем-то, так сказать, я буду совместить с того еще одного психолога. Дело в том, что вот эта наша современная жизнь, средства мультимедиа, они в каком-то смысле влияют, естественно, на наших детей. Очень часто можно в школах слышать, что дети не читают книжки, не хотят читать книжки. И это, в общем-то, понятно, и это общая беда, хотя, может быть, и не беда, вот однозначного мнения здесь нет. Дело в том, что когда человек воспринимает информацию в мультимедиа, то там усвояемость, так называемая, она до 80% доходит. И когда человек воспринимает информацию через письменные знаки, ну, там процентов 2. И если так вот посмотреть, казалось, ну, зачем делать стало? Переходим в стену мультимедия и начинаем растить меня и детей. Но вот здесь, как бы, возникает фактор номер 2. Заключается в том, что наша любимая система образования, что в школе что будет, основана на низком составлении материала. Ну, когда я был студентом, нам в институте говорили, что высшее образование учит человека читать книжки. Ну, буквально вот так это вот считалось. Ну, и, наверное, это правильно, потому что основная научная информация, учебная информация, она в таком символном варианте. Была. Ну, была, да, и была, но дальше начинается какая ситуация? Значит, дело в том, что психологам известно, это уже доказано, что вот этот символнообразный преобразователь развивается у ребенка где-то в возрасте от 3 до 12 лет. Но потом его уже просто невозможно развить. То есть, вот если он не развился, он его бьет, то, что хочешь, сделай, он уже как бы не разобьется. Ну, а у нас какая ситуация? Если ребенок приходит в школу, там, 7-8 лет, ну, 7 лет, 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 7 лет. Ему говорят, да, дядьмина, детство кончилось, то есть, картинок посмотрелся, мультика посмотрелся, молодец. Букваль, потом все остальное учись грызть гранит на руки. Ну, это психологически, это шоковое состояние. Ну, я, так иногда смеюсь, некоторые из него до пенсии не уходят из этого шокового состояния. Наверное, если бы наша система образования вовремя как бы была, или была готова перейти вот на мультимедийный вариант освоения, все, может быть, было бы значительно лучше. А что мешает? И сейчас мешает, что, ну, отсутствие средств. В американском бюджете они закладывают сотни миллионов долларов на именно вот создание вот этих мультимедийных курсов. Ну, это очень дорогое удовольствие, создать мультимедийный курс. Ведь это же не просто взять, условно говоря, все книжки отсканировать, не читать, а тут экран. Это все совсем другое. Очень много аспектов этого вопроса, и с ними как бы надо считаться. Просто не успевает. Вот система образования остается традиционной, а, так сказать, дети воспринимают уже все по-другому. Ну, и как бы один из вариантов, один из способов или инноваций, как теперь принято говорить в этом процессе, это то, что называется переход вот к игровым методам образования. Ну, это не только игровые, но как бы игровые методы образования, один из таких достаточно мощных моментов в этом направлении. Ну, в частности, ну, чтобы нам уже не выйти в такие философские дебри и на этом не застрять, я просто вкратце хочу вот с вами поделиться той технологией, которую мы начали развивать у себя в ГУЗе. Вот, был я недавно в Питере, в Финеке, известная организация. Они тоже как бы этим делом пытаются заниматься, но я был как бы даже, как вы где-то, в ГОРТ или РАД, не знаю, все-таки мы их обогнали, при том, что они вроде начали этим заниматься даже чуть раньше нас. Значит, мы шли от чего? Ну, поскольку у нас ВУЗ коммерческий, я не знаю, вы все из государственных ВУЗов или кто-то еще из коммерческих ВУЗов тоже здесь присутствует. У нас не коммерческий. Не коммерческий, да. Значит, ну, вы как бы лучше, наверное, поймете наши проблемы. Может быть, это только для Москвы, я не говорю, может быть, у вас все по-другому. Но в Москве ситуация какая? Естественно, государственные учебные заведения, они как бы снимают верхушку контингента. То есть, те дети, у которых высокие ЕГЭ, они в первую очередь куда пойдут? В государственные ВУЗы пойдут на бюджет. Нам уже, как говорится, по остаточному принципу. Бывает, что к нам приходят очень такие толковые ребята, как будто даже сами не понимают, почему к нам. Но, тем не менее, основная ситуация такая. И когда как-то вот так на конференциях меня спрашивают, а вы вообще на что ориентируетесь, кого вы готовите, с кем вы там конкурируете. Естественно, мы ни в коей мере не конкурируем. Я не говорю про МГУ, но даже там какие-то государственные университеты второй линии, индустриальные. Ну, я там такие, как финансовые институты, большие там. Ну, в общем, понятно, что это мы с ними конкурировать не можем. Значит, у нас стоит вопрос, так сказать, а кого мы вообще, говоря, готовим? И для кого готовим? Ну, я так шутя говорю, что у нас РАПФАК. Ну, кто постарше, наверное, молодежь, может, даже слова такого не знает. РАПФАК – это рабочие факультеты, которые создавались после революции для пришедших, так сказать, неграмотных пролетариев, чтобы из них сделать, ну, каких-то, так сказать, инженеров, не инженеров, но чему-то их научили. Ну, вот мы примерно в такой же ситуации готовим мы то, что называется среднее звено управления. Не высшее, а именно среднее звено управления, которое, в принципе, является вот той лобочей лошадкой, которая как бы тянет остатки нашей экономики и нашей промышленности. Поэтому здесь ведь, ну, вот есть как бы творчество, а есть ремесло. Собственно, я считаю, что вот это среднее управление, это вообще говоря, ремесло. И насколько хорошо мы готовим вот этих ремесленников, это, в общем-то, от этого многое чего потом зависит. Дальше возникает вопрос, как их готовить, потому что не секрет, что когда современные выпускники даже государственных вузов приходят потом на производство, приходят в бизнес, и говорят, что их пора бы начинать учить заново. Ну, я сам довольно долго проработал в бизнесе, был генеральным директором большой корпорации, и, так сказать, сейчас с детьми там тоже работают как бы на всяких должностях. Приходит с вуза народ, не претендуя как бы даже на супер какие-то высокие должности, а на нормальные такие производственные должности, он, по сути, как бы ничего не умеет. У него есть там какие-то теоретические знания, что-то им такое там где-то читали, а работать его допустить, в общем-то, нельзя. И вот так, видите, все равно приходится учить. Ну, опять же, так сказать, чтобы не застревать на этом вопросе, на этом моменте, что мы решили у себя сделать. Значит, мы у себя создали виртуальные учебные фирмы. Значит, в этих фирмах все, как говорится, по-взрослому, но единственное, как бы что, понятно, что там реальных денег не будет, и реальная продукция там не выплатится. Я еще раз просто напомню, у нас Московский институт государственного и корпоративного управления, то есть мы должны готовить кадры для муниципалитетов, вот это средний уровень, и для, так сказать, ну там, крупных каких-то объединений разной направленности его среднего звена. Работа инженера среднего звена, кто, в общем-то, прошел через произведение, вещь достаточно рутинная. Ну, какие-то стратегические вещи решает высшее начальство, а вот среднее звено, оно должно уметь делать вот эту повседневную, рутинную работу. То есть, там, накладные, так сказать, производственные планы, там, своевременный ремонт оборудования, то есть некий такой набор, так сказать, вещей, которые, в общем-то, глубокой теории не требуют. Ну, можно даже сказать, наверное, что они, в общем-то, и не требуют высшего образования. Они требуют хорошего СПО. Но поскольку СПО в 90-е годы у нас нормально, так сказать, изничтожили, теперь пытаются его восстанавливать, то это вот такой нижний ВПО, верхний СПО, непонятно, что это вот такое. Ясно, что ни высшая школа экономики, ни Плешка, ни МГУ таких специалистов, как бы, и не готовят. Это не их задача. А мы, как бы, вот на этом деле сидели. Значит, когда мы начали создавать учебные фирмы, стал вопрос, с какого курса их к этому делу начинать пристраивать. Разные были мнения у нас, то же самое, мы там экспериментировали. Но, как бы, сама жизнь расставила некие акценты. Поскольку ВУЗ у нас коммерческий, то третьи курсники у нас практически все уже где-то работают. Ну, когда начинаешь говорить, они говорят, вот, обучение надо платить, родители не могут, надо помогать. И мы вынуждены вот работать, чтобы учиться. Поэтому, если начинать вводить это на третьем курсе, и у них это уже, как бы, ни времени нет, ни мало интересно. Поэтому, все-таки, мы решили начинать это буквально сначала, с первого курса. То есть, брать детей сразу вот в эту учебную фирму и начинать их учить работать. Учить работать на производстве. Начинаем мы с нуля. То есть, параллельно, естественно, идет нормальный теоретический курс, который, как бы, по стандарту определен. Но вот в этой фирме, они, значит, там, учредительный договор, так сказать, там, все коды, связанные со статистикой, регистрация во всех государственных органов, какая идет квартальная отчетность, годовая отчетность, как эти отчеты, вообще говоря, делаются. Вот это все они, как бы, практически делают. У них своя фирма, они там распределяют между собой, кто там директор, кто бухгалтер, и параллельно, значит, у них идут вот эти вот курсы, которые позволяют им теорию применять на практике. Значит, очень хорошо у нас это дело помогает нам проводить то, что сейчас требуется по госстандартам, а именно учебную, производственную и, в каком-то смысле, даже преддипломную практику, потому что кто сталкивался с учебным процессом, знает, что значит отправить там детей на практику в какую-то фирму. Ну, кто им даст там порулись? Да никто им не даст порулись. В лучшем случае будут курьерами или там где-то там при менеджерах, что-то такое на подхвате, будут там как-то чего-то. В конце их собирают там 2-3 часа, дают им данные по фирме, которые им надо там включить в отчет. На этом вся их учебная и производственная практика заканчивается. А здесь они, значит, как бы весь этот процесс проводят в таком, так сказать, реальном режиме. Что здесь как бы есть, в чем здесь сложность? И вот, значит, то, что я сейчас с питерскими общинами обещали приехать, чуть не подъехал. Смотрите, что получается. Вот питерская система, Финека, она как бы нормальная, но она ориентирована на торговлю. Финансово-экономический университет, который, вообще говоря, должен поддерживать промышленность, практически готовят для сетевых магазинов. Вся их практика – это работа сетевого, ну, или отдельного крупного универсала. Они торгуют. Вот у них только торговля. Когда я спросил, так сказать, почему только торговля, ну, понятно, что это самый простой вариант. Если даже вы просто зайдете в интернет, то там будет масса предложений для молодых предпринимателей, как торговать в интернете. Куча курсов, куча тренингов. И даже дешевые, там чуть не 500 рублей, и завтра ты можешь начинать торговать в интернете. Но у нас такой задачи не стоит. Мы как бы, ну, идут, конечно, наши выпускники и в торговлю тоже, это понятно, но мы все-таки должны как-то поддерживать промышленность. Значит, поэтому в основу мы взяли несколько специалистов, производственников, практиков, хорошо знающего те или иные, так сказать, направления работы. Они даже нам там некоторые принесли старые советские учебные фирмы. И те фирмы, которые снимали еще в советское время на этих производствах. Короче говоря, там ситуация какая. Значит, вот они пришли, решили там фирму какую-то создать. Начинается с того, что они смотрят кино, вот этот производственный процесс. Тут ведь есть еще какая сторона вопроса. Ну, кто-то когда-то сказал, я вообще не знаю, это американский шпион, наверное, что менеджеру не обязательно знать технологию. Вот менеджер, он может управлять, чем хочешь. Но это вообще, говоря, перефразированный лозунг, что каждая домохозяйка должна управлять государством. Который тоже был неправильный, вот искаженный. Уметь управлять и управлять вещи разные. А у нас это все трансформировалось в то, что менеджер должен управлять, а ты ведь может управлять, чем хочет. На производстве так не бывает. Нельзя управлять производством, если ты как бы не владеешь технологией. Ну и, собственно, вот открытие экономических факультетов в индустриальном вузе, в том же нашем, легкой промышленности, текстильной промышленности, в Бауманском. Там вот открыли как бы экономические факультеты именно с этой точки зрения, где, в общем-то, детям, студентам читают еще некоторые технологические курсы. Чтобы они все-таки понимали, с чем они имеют дело. Ну, а у нас это вот все как бы происходит виртуально. И они как бы составляют планы работы, так сказать, производственные графики, то есть они их выполняют. И периодически мы им даем какие-то вводные такие хитрые, чтобы они немножко, так сказать, на своем уровне как-то там чего-то делали. И вот это вот у нас, в общем-то, те, кто проходит через учебные фильмы, как показывает, так сказать, практика, гораздо лучше усваивают материалы, и они лучше мотивированы. И вот на фирмы дети ходят. У государственных, у государственных узлов большая проблема с посещаемостью. Ну, вот они могут это там профилодить, не прийти на лекцию, но вот на фирму прийти, вот поиграть в реальную жизнь, это они вот делают всегда с удовольствием, там, как говорится, всегда аншлаг. Ну, вот переходя теперь вот в бизнес-курсах, мы тоже этим как бы занимаемся. Когда мы выставили молодую команду, посмотреть, так сказать, это выхватит. Ну, у нас тут с Александром Васильевичем, так я его там пытался все сподвигнуть на некое расширение задач бизнес-курса, но он вот пока никак, нет у него времени этим заняться, и у Дмитрия, время заниматься, Александр. Ну, хотелось бы, конечно, я вот как вижу продолжение вот этого бизнес-курса, вот развития его, ну, может быть, мы сами попытаемся сделать. Безусловно, когда начинают, они все должны пройти вот эту как бы базу, сыграть от начала до конца, чтобы понять эту идеологию. Ну, а потом я бы все-таки пошел по какому пути? Если создать вот такую базу игр не от начала, а там от разных точек, ну, если ты изучаешь, условно говоря, там биржевые операции, операции с акциями, ну, согласитесь, что фирма уже должна быть, то сказать, по ходу раскручена. Так по логике получается. Да, по логике получается, да. Значит, если, условно говоря, там мы начинаем биржевые, так сказать, всякие фондовые там рынки и прочее, то есть они уже должны прийти и начать курс вот с середины. То есть вот это должна быть некая база, ну, там есть вот норм, да, там, ЛНДМ, а это должно быть, условно, там, акции 1, акции 2, там, акции 3, когда уже это достаточно развитое фирма, и это уже должно работать. Да, вот. Тогда, конечно, можно расширить и перечень предметов, в которых это все будет крутиться. Ну, может быть, я так, насколько я знаю, там, как бы, своя, да, бухгалтерия. Может быть, все-таки с 1С договориться как-то, чтобы параллельно все-таки это еще, ну, не знаю, выгружалось что-либо в 1С. Я скажу, почему, потому что... Используйся...